Всем привет. Вышло фантастическое интервью Зеленского телеканалу HBO. Обязательно посмотрите его. Это что-то с чем-то. Сейчас расскажу вам подробнее, а вы не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Так что же он там наговорил. Во-первых, это то самое интервью, где он сказал, что он little bit angry on Trump. Немножко обижен на Трампа. Володя, ты little bit idiot. Вот иначе сказать нельзя, потому что ну кто же пинает человека. Трамп перестал быть президентом, дальше внутри страны там они ему дадут оценки. Ты должен сейчас был сказать одно на вопрос о Трампе, что я благодарен ему за ту помощь, которую оказали в Украине. А там напомню, он, например, летальное оружие разрешил и передал Украине. И все. И желаешь ему удачи и здоровья. Трамп это республиканская партия, у него есть свои сторонники. Зачем? Сейчас рассказывать кому-то о своих маленьких обидах. Ты не мальчик с 95 квартала. Можешь там немножко обидеться на Юзика. А ты президент страны. Дальше он говорит о Байдене. Ну, на Байдена он сейчас уже не обижен. Напомню, Байдене он рассказывал, что будут расследовать в Украине пленки Порошенко Байден. Ну, теперь Байден президент и уже значит он уже не обижен на него. Вот. Но зато у него есть вопрос к Байдену. Почему Украина не член НАТО? Лучше бы ты задал вопрос, который час Байдену? О чем ты говоришь вообще? Это же вопрос к Байдену. Почему Украина не член НАТО? А к себе у тебя нет вопросов? Почему после того, как ты стал президентом, свернули фактически курс на НАТО в стране и вообще курс на Запад? Почему у тебя в партии ключевые роли играют люди, которые вмешивались в американские выборы и делали это как российские агенты? Это уже заявление американских спецслужб. Я говорю о Дубинском, а ты вот даже сейчас из фракции не можешь вывести. Может быть тебе надо про Вагнер Гейтс помнить, как украинские спецслужбы вместе с американскими готовили супер операцию и кто-то из твоего офиса, из твоего ближайшего окружения, дай бог, чтобы не ты сам, слил это россиянам. И ты задаешь вопрос, почему Украина не член НАТО? А почему ты не ставишь вопрос, в прошлом году я об этом говорил везде, писал официальные письма на офис президента, что Украина может поставить вопрос и стать major non-NATO ally of the United States. Есть такой статус. Главного союзника США вне НАТО. И это сегодня намного реальнее, но ты об этом даже не говоришь нигде. И только заглядываешь в глаза Путину. Ты этот вопрос, ответ на этот вопрос там искал? Ну, в общем, он еще там немножко обижен европейских партнеров о том, что в Украине до сих пор нет вакцинации. Вакцинация уже есть в Бангладеше и в Алжире. Есть документы МИДа, что еще весной прошлого года ты, как президент, не сделал все необходимое, чтобы Украина подключилась к глобальной инициативе по разработке вакцины и могла ее уже получить. Ну, понятно, во всем кто-то виноват, невестка. Все вокруг виноваты, но только не наш великий лидер Владимир Зеленский. Катастрофа, не интервью. Нарушение всех возможных ключей каких-то. А, еще он там говорит, что США, значит, немного потерял свой реноме после событий в Капитолии. Что ты говоришь? Остановить его. Может быть, там, я не знаю, давайте договоримся как-то с Юлией Мендель, скинемся всей страной, чтобы она не пускала его к иностранным СМИ. Пусть сидит, рассказывает все это Квартал ТВ и 1 плюс 1. Ну, это хотя бы не страшно. Потому что ты позоришь страну, ты нас ссоришь с ключевыми союзниками. И кто это делает? Президент. Друзья, катастрофа. Нам приходится, нам надо будет страну вытягивать, конечно, после Зеленского очень серьезно. И сейчас делать все, что мы можем. Вот я сейчас к вам еду, извините, трясется машина. Потому что еду из Балты, где мы открыли уже второй Гончаренко-центр, где мы учим детей английскому языку, где абсолютно бесплатно. И вот это и есть реальная работа, которую нужно делать сегодня в стране для интеграции с Западом. Говорить на одном языке с Западом во всех смыслах. Не рассказывать. Он там и о реформах еще каких-то рассказывает. Да где твои реформы? Каких реформ еще не хватает? Вот же, в общем, уникальный деятель. Поэтому, так как государство сейчас это не делает, друзья, давайте делать это сами. Держим строй.